здравствуйте уважаемые наши зрители и слушатели мы снова в нашей студии и прежде чем мы начнем нашу встречу я хочу выразить от имени центра нашего от наших специалистов искренне соболезнования юли в связи с уходом ее мамы сказать что близкие ушедшие от нас они живы до тех пор пока мы о них помним это в общем-то наша основная миссия как случается в жизни ну а теперь я хочу представить вам рядом со мной сидит известная любимая нами все лиза мама хана жена азиза и вот сегодня наконец мы можем с ней поговорить открою вам одну маленькую нашу такую тайну вчера знаю что сегодня запись а что же я буду спрашивать а пусть я скажу что вот она подготовилась вам скажется я ничего не сказал потому что во первых я сам не знал еще тогда что буду спрашивать на заранее не готовимся во вторых наш разговор который вот происходит в студии это всегда разговор достаточно может быть неожиданный для нас и это разговор искренне мы не репетируем мы не готовимся мы ничего не подгоняем поэтому вот всякие как говорится реальный прямой эфир и лиза вам потом может потихорять подтвердить что да это действительно так вас не обманывать и так лиза здравствуй очень рады тебя видеть в нашей студии и сегодня немножечко изменим такую традицию обычно всегда спрашиваем о том ну как предыстория как вот случилось как все а сегодня я начну совершенно с другого может быть даже несколько ожиданного для тебя тоже лес скажи пожалуйста ведь насколько я помню где-то познакомилась и общаешься с давидом ну так дистанционно по скайпу по телефону где-то примерно год полтора до даже почти на почти два года и вот такой вопрос ведь до этого ну наверное тоже что-то куда-то обращалась что-то пыталась и вот уже почти два года давид почему именно давид на вот что такое случилось что заставило тебя вот остановиться и продолжать общаться с специалистом вот когда я узнала что у нас аутизм и первое то что мне сказали как бы до подтвердили то что та девушка у вас аутизм но как бы да я говорю а это излечима она говорит ну нет не излечима но ничего страшного попейте не вам нейролептики диска сходить к психологу мы вам пропишем и все на этом вот и как бы сказать вот давид единственный человек тогда и вот мне прям хотелось услышать из кого-то то что это излечима вот мне достаточно было это просто услышать и все и я вот готова была сражаться как бы сказать вот ну не знаю давид тогда так уверенно сказала это что может быть у кого-то неизлечима у него просто поверила или ты вот почувствовала что это да это будет вот здесь с этим специалистом что это действительно реально может произойти или просто ну попробуем отдавать я полностью и поверила и почувствовала потому что давид не притворялся это было от души спокойно так уверенно вот это мне и придало как бы силы уверенности и я начала сама меняться я начала успокаиваться и как-то у меня непринужденно мне не надо было как-то стараться как-то все плавно у нас пошло вот я успокоилась ключевое слово что первое изменение которое у вас произошли произошли в тебе да обязательно вам не еда до ребенка соответственно как ребенок стал ребрачи заметил что-то изменилось это чувствую почувствует конечно да потому что я во первых от меня очень многое зависит очень многое зависит от моего отношения к нему именно когда я поменяла к нему отношения я посмотрела у него с другой стороны а вот стоп вот остановись скажи мне а в чем чем особенность перемены вот что ты видела в нем до общения с давидом что-то увидела потом до я видела ну как бы безнадежность в нем я считала его неспособным я не уверена я не уверена была в нем я хотела конечно лучшего но каждый раз я просто как бы сказать уходила наоборот то есть как-то казалось безнадежным но я думала если что я как-то надрессирую может быть как-то в каких-то случаях как говорить что вот просто я не думала я не знала что это излечимо может быть потому что у нас медицина говорит вот это потому что они сами не могут это вылечить ну они может быть не знают что это понятно вот а что случилось после начала ваших сеансов именно в твоем отношении к ребенку что изменилось как ты стала относиться к нему то есть по-другому как я приняла его как здорового аутизм аутизм есть нарушение да ну и что с того как бы так и просто я поверила в ребенка и когда вот мне давид говорил а он разговаривает мы грим нет как бы а как он будет разговаривать мы говорим он не умеет он не разговаривает он говорит давид говорит а как он будет разговаривать научиться если вы с ним не разговаривать тогда я вот поняла что мы даже сами этого не замечая получается даже если со стороны посмотреть то мы даже оказывается и только мы не общались мы пытались один раз не получилось и все это безнадежно и все вот тогда я начала просто вот общаться с ним общаться говорить как со взрослым принимать его здоровым вот весь усюканье как-то как-то у меня это все получалось как-то я не знаю не притворяясь как-то непринужденно у меня все это плавно пошло вот первые месяц или какие результаты как быстро вот он стал меняться и ты увидела что да я увидела что он на самом деле не такой уж как бы тупой безнадежный как казалось бы когда я стала с ним разговаривать ну как по душам разговаривать с ним как со взрослым то я увидела вот особенно когда я ему села его на коленке и сказалось поговорила с ним рассказала о своих чувствах о том что он у нас способный мальчик что он здоров и когда сказала я тебя люблю сыночек я тебе сильно люблю тогда не знаю может по эмоциям как-то это понял но он меня обнял первые да у меня огня вот я так заплакала прям я поняла что он понимает все-таки понимает как-то так вот потом все больше больше чем больше я к нему тянусь тем больше и он ко мне уже он сам по себе не сидел как обычно то перед зеркалом то там сам себя развлекать нет я как-то стала с ним вот его слышать ставить себя на его место вот и как-то я стала замечать что он уже не ходит сам по себе он уже вот я стою например на кухне кушать готовлю стою он возле меня околачивается уже хочет вот возле меня ходить контакта со мной ищет вот ту ногу приобнимет мне вот как-то так у нас началось как бы дружба мы стали друзьями с ним все больше 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 и вот потом как бы я уже начала ему как будто свое то что вот мне надо его развивать все таки вот какие-то игры ролевые как бы но это очень важно самое первое не то чтобы научить буквы цифры там алфавит нет это самая основа я считаю что когда ребенок он должен играть через игру через ролевые игры через не знаю познание окружающего мира вот это все он развивается ребенок это и является основой конечно обязательно это как бы мое мнение личное потому что не знаю это очень важно и у нас этого начиналось и результаты пошли как сказать очень хорошо лес а вот немножечко уйдем чуть-чуть в сторону ночью вернемся к успехам хану вернемся к твоим взглядом у меня такой вопрос вот очень многие мамы из нашего чада из тех кто уже были здесь кто общаются с давидом приезжал наш центр они узнали об этом центре от тебя так получилось и вот мне интересно ну вот ты встретила с давидом ты начала общаться появились результаты почему стал об этом рассказывать ну казалось бы ну какая разница ну каждого свои проблемы каждый там ищет сам по себе а вот твои как бы вот рекомендации твой ну вот такой вот оптимизм он заражает окружающих и вот почему ты вдруг стала об этом рассказывать что тебя вот подвинула конечно это естественно то что сама уже на своей шкуре как говорится почувствовала это это прекрасно я знаю как это было тяжело казалось вот и но когда вот что-то одно делаешь какое-то добро и хочется все больше и больше как-то втягиваешься в это вот и теперь мы вот подходим значит ну где-то почти два года вы общались есть и вообще просто я сама по себе в детстве всегда любила быть как учителем и племянником помогала и братишкам ратьям тоже экзамены принимала так мы играли так ролевые игры и вот люблю я такое дело объяснять учить вот это вот добиваться результата этого мне есть как бы такая помощь тоже да на самом деле я как бы а так я люблю как бы такое общение когда я объясняю и когда я заметила то что и когда я кому-то что-то объясняю то я как бы и для себя и для меня это даже лучше потому что я то что не по ним где-то да это поверхностно то что я понимала я начинаю понимать еще лучше лучше а вот теперь смотри значит где-то два года почти даты общалась давидом и делали сеансы есть какие-то сдвиги и вот вы собрались вы приехали к нам в центр израиль и иерусалим и вот те результаты которые были за там будем считать два года неполных и результаты за неделю которые вы здесь есть разница конечно есть вот а поподробнее об этом ну прошло всего лишь получается четвертый день лечение но я заметила и в себе изменения и в ахане изменения но особенно то что ахан я не знаю он какой-то другой стал повзрослел что ли и как-то то что я вот не могла от него добиться касаемо речи у нас проблема большая была встречу сейчас я замечаю вот позавчера так более-менее я как-то показалось или чудом ладно а вчера прям вот я явно видела что у него как бы сказать он начал правильно вот приставки вставлять вот правильно говорить он стал и произношение и он стал подолгу смотреть ну как бы сказать общаться он может подолгу раньше какой-то лимит у него как бы разговариваешь вопросы задашь пару вопросов и все и он больше молчит все он не будет отвечать а вот вчера даже он с бабушкой разговаривал спрашивал где дедушка она удивилась было таки сюда тебя хан зовет только она прям сама видеть даже мама амадина где там рассказал давид мне кенгуру подарил говорит папа говорю чё купил клумнику купил ну в общем все о чем дело что он в парк ходил бы горках катался ну какие-то новые слова когда мы с папой там что-то балуется то есть не знаю столько слов то что не знаю как-то вот прям сильно ощутимо на самом деле во мне изменения тоже очень очень много изменений и ахану вот то что я сейчас вижу не с сф разговариваю то что лечение хорошо идет движется потому что как бы он засыпает как сф касается руками своими так он сразу засыпает и это что и дома он спит постоянно отдыхает я думаю как мозг восстанавливается сейчас у него да меньше окружает ли скажем вот все-таки довольно так периодически возникают такие вопросы такие мысли вот у наших маму особенно новеньких которые приходят к нам в чат что ноги сеансы и сеансы дистанционные вот но можно это вот есть эффект это все хорошо может быть и не стоит вот тратить силы тратить деньги там что можно за эти две-три недели сделать когда приезжаем когда вот постоянные такие сеансы это даст тоже эффект вот твое мнение и чтобы ты сказала вот таким мам которые так думают именно на предмет того насколько разница в результатах дистанционно и лично когда вы приезжаете дистанционно конечно во первых не увидишь того что можно очно увидеть то есть очно более глубже можно увидеть проблемы и даже вот если о нас говорить то ну все считают что вы уже норма вы уже норма но все же я замечаю я знаю что есть конечно когда мы сюда приехали это конечно то что мы узнали оказалось просто я просто очень рада что я приехала потому что это на самом деле важно и то что 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 дало вот ну давайте потихонечку для себя лично что вот тебе лично как маме как жене как ну я понимаю это главе семьи у вас вот все что тебе это дало вот именно приезд приезд конечно дает очень многое исцеление и душой и телом комплексное лечение ну как не знаю как сказать что ты почувствовала просто по ощущениям вот знаете даже если ахана взять я сейчас договорю то что вот у нас проблема с черепом то что череп не растет тело растет а мозг как бы сдавлен и я вот если бы мы не приехали я просто думаю как бы мы это вообще лечили если даже операционно то есть вот как бы отличие дистанционного в том что очно можно вылечить то что как бы сказать запуталась то что вот невозможно просто вылечить и даже даже в общем вот способности давидос и сэфой они как раз вот без операционно без такого вмешательства просто прикладывали логи видны вот теперь у нас черепа вот за эти что-то поменялось черепа ну честно сказать я не наблюдала еще за этим а так внешние изменения то вижу его поведение вот насчет черепа я пока не смотрела еще у нас еще буду встречи на этом смотрим сюда вот и теперь скажи мне знаешь еще о чем вот вы приехали и скажем так те изменения которые вы увидели даже не сколько вы видели а те изменения вас и как вот семьи как единой структуры вот о которой мы уже немножечко поговорили насколько они быстро происходят казалось бы ну чё там три недели что за 40 многие центры многие какие-то вот учреждения приглашают на дольшее время и практически реальных результатов мало кто видит а вот что такое три недели вот вы здесь вообще четыре дня какие изменения 3 4 даже до неполных четыре дня какие изменения ты ощущаешь в себе может быть вазе зиму про хаба уже говорили а непосредственно ты меняешься я меняюсь да то что физически чувствую конечно после работы шлома доктора после ваших работ конечно чувствую легкость да конечно здесь постоянно ныло все сдавливала как там легкость чувствую да и то что вот вчера сегодня заметила у меня как из-за щитовидки у меня начался потратить отек вот что еще да да что еще в эмоциональном плане конечно в душе очень важно что внутреннее состояние матери мы об этом говорили часто и все время к этому периодически возвращаемся внутреннее состояние матери внутренняя обстановка в семье она непосредственно влияет и очень сильно эмоционально влияет на ребенка поэтому невозможно уже это наверное не требует доказательств невозможно качественный сдвиг в улучшении здоровья ребенка без вот такого ну какого-то изменения внутреннего климата да особенно эмоционального то что да вот здесь как меняется расскажи то что я на себе сейчас чувствую то у меня как как у детей да сначала прогресс а потом откат прогресс то есть шаг два шага вперед шаг назад два шага вперед шаг назад так и у меня я вот вижу что иногда вот у меня все хорошо я успокаиваюсь а потом опять вот этот взрыв как раньше вот не знаю злость нервы вот тревога иногда вот нахлынивает а потом опять отпускает но уже я вижу что изменения идут во мне все таки то есть то есть то есть то есть то есть то есть ну то есть то есть Физически, наверное, тоже как бы не надо успеть все, потому что я считаю, что после лечения ребенку еще и восстанавливаться нужно, а потом опять. То есть невозможно за один день это быстро все сделать, часами вот сидеть, например, и с Эвой. Вот, это невозможно, нужно постепенно лечение, потом вот отдыхать. И потом мы все-таки... Вот как при откатах бывает, я считаю. Все-таки то, что здесь происходит, это вот такой толчок, почему мы говорим об излечении. Вот мы с чего начали, с того, что, вот я сказал, очень интересную мысль того, что вот она впервые услышала, что ее ребенка можно излечить. И вот здесь ключевое слово. Не помочь, не облегчить, а именно излечить. И вот это вот то, что она, ну, где-то, может быть, посознательно хотела услышать, прозвучало. И с этого момента как бы вот началось сам процесс, то есть тот толчок, который ведет к полному излечению. Именно толчок. Вот понятно, что надо заниматься, надо работать, надо вкладывать в ребенка. И, Лис, я хочу вот на этом первую нашу встречу сегодня как бы закончить, подвести такой итог. Я надеюсь, что мы на протяжении всей, всего вашего пребывания здесь еще не один, может быть, раз в этой студии встретимся и поговорим, что же происходит, как Ахан. Познакомимся с ним уже здесь. Обязательно. Вот, да. Поговорим и с Азизом, я думаю, его мнение тоже будет интересно в следующий раз. С Аханом. Да, я же говорю, с Аханом обязательно послушаем, что он по этому поводу думает и чувствует. Ну вот, а сегодня мы, время наше подходит к концу, и хочу поблагодарить тебя за вот такой рассказ. Может быть, он как бы не очень складный, гладкий, но это искренне, мы не отрабатывали это, поэтому все, что было, все высказал. Спасибо тебе за откровенность, вот, и пожелаем всем хорошего дня, пожелаем всем здоровья, успехов, и вот надеемся на то, что наша помощь будет действенной для всех, кто этого хочет. Да, самое главное, что, видите, еще раз, да, я застрял на это внимание, что вера, желание в излечение ребенка, она творит чудеса, где-то немножко с нашей помощью. Да, так что, Лиза, вот, спасибо. Бог не дает трудностей, которые бы мы не могли преодолеть, поэтому это большую роль играет, как бы, то, что наша готовность к этому. Если мы захотим, мы это сделаем, способы найдутся, я считаю. Вот, самое главное, захотеть. Ну, вот, и на этом мы заканчиваем. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok